Назад в прошлое. Болонской системе в России решили сказать нет. Правда, учебные заведения страны покинули ее еще в июне 22-го года. Немного истории. Присоединились к ней наши вузы 20 лет назад, в 2003-м. Говорят, вхождение оказалось непростым, и причин достаточно. К примеру, обучить технической профессии за 4 года задачи не из легких. Система работала, ну, я бы так сказал, пятилетку за 4 года мы давали. Вот, конечно же, это было все в ущерб самому образованию, но они догонялись потом в магистратуре. Да, эти 2 года магистратуры, но опять же, опять по нашему университету, я скажу, что по магистратуре мы взяли такие завышенные требования, и у нас многие магистерские диссертации, это примерно 2 трети кандидатской диссертации. Нельзя сказать, что возвращение к специалитету 5 годам обучения будет резким. Просто потому, что многие вузы в России от него и не уходили. В том же техническом университете и сейчас есть студенты, которые обучаются не 4 года, а 5 лет. Заинтересовало само направление. Я увидел, что это именно инженеров выпускает направление, и какая-то тяга была к этому еще с детства. Ну и решил поступать. Также увидел, что 5 лет, а не 4 года идет обучение. Соответственно, были предположения, что больше объем знаний будет, выше квалификации, и так оно действительно оказалось. В педагогическом специалитете тоже не новинка родом из советских времен. Здесь последние 20 лет была возможность обучаться и на обычном 4 года, и на так называемом двухпрофильном бакалавриате 5 лет. Для нашего региона, где школа преимущественно является сельской, и, соответственно, учитель полноценную нагрузку может набрать, реализуя сразу 1, 2, а то порой и 3 предмета. То есть вот в этом мы видим, ну, очевидный минус, конечно же, баллонской системы. Для нашего педагогического образования нужен полноценный специалитет, 5-летний, с хорошей нагрузкой, и, в первую очередь, аудиторной нагрузкой, потому что по баллонской схеме очень многое отдается самостоятельной работы. К слову, проводить реформу в стране планируют не резко, а постепенно. В этом году вузы ждут прописанных стандартов образования, и, скорее, уже в 24-м выпускники начнут получать дипломы нового образца. Пока в России продолжат выдавать дипломы бакалавров и магистров. Первый вопрос был, это будет ли котироваться наш диплом о бакалавриате после перехода на специалитет. Потому что, ну, другая программа, и работодателям, опять же, будет вставать вопрос, а насколько этот специалист грамотен вообще. Когда мы в нулевые годы переходили на бакалавриат, и тогда действительно многие директора школ считали, ну, вот какой-то недоученный бакалавр к нам пришел. Но сейчас, как бы, уже рынок труда, его представители, работодатели привыкли к тому, что выпускники сегодня – это бакалавры. Я думаю, здесь дискриминации никакой не будет. Кстати, от магистратуры отказываться не планируют и при специалитете. Если профессия потребует дополнительной подготовки, то обучение студент сможет продолжить и на год, и на два. А вот будет ли российский диплом потом котироваться за границей – вопрос. Говорят, в дружественных странах точно. Впрочем, большая часть опрошенных нами студентов уезжать никуда и не собиралась. Специалистам довольно трудно найти место в зарубежных вузах, но можно. То есть, все равно можно как-то посмотреть, какие принимаются, возможно, доздать какие-то экзамены или какие-то курсы повышающие пройти. Я не поступил ни в какой зарубежный вуз и планирую развиваться в рамках своего края, поэтому для меня это не актуально. Несмотря на реформу, отказываться от бакалавриата полностью, а также от обучения иностранцев российские вузы не планируют. Так что полным возвратом к прошлому новую систему вряд ли стоит называть, уверен министр высшего образования и науки России. По сути, изменения для преподавателей и студентов окажутся минимальными. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.